Уживаемость и позднее сложение у больных рака мочевого пузыря после открытых цистоктомий. Пожалуйста, Алексей Вячеславович. Уважаемый Александр Константинович, уважаемые коллеги, в продолжении предыдущего доклада представим вашему вниманию наш материал по одоленному результатам радикальной цистоктомии. С 1995 по 2017 года 380 больным раком мочевого пузыря была выполнена радикальная цистоктомия астрологическими методами деривации мочи. Мужчин было 328, женщин 52. Методы обследования представлены вашему вниманию. Клиника лабораторная, мутозлаковые, лучевые, радионуклюидные, эндоскопические, инструментальные, морфологические, иммуногистохимические, уродинамические. Также активно использовали опросники функций удержания мочи и качества жизни. В основном были выполнены ортотопические методы деривации. 277 пациентов, 72% от общего числа больных, в соединении гастроцистопластика 24 человека, илиоцистопластика 223, сигмоцистопластика 30. Гетеротопическая цистопластика была выполнена у 12 пациентов, у ротеросигмонастаму 42, и мочеточники выведены были на кожу 49 наших пациентов. Была изучена общая выживаемость. Общая десятилетняя выживаемость составила 43%. При постадийной стратификации десятилетняя общая выживаемость находилась в диапазоне от 80% при стадии ПТ-0-Т1 до 4% при стадии ПТ-4. Десятилетняя раковая специфическая выживаемость составила 47%. Постадийная десятилетняя раковая специфическая выживаемость составила от 83% при стадии ПТ-0-Т1 и 5% при стадии ПТ-4. Общая выживаемость в зависимости от статуса региональных лимфоузлов. Общая пятилетняя выживаемость в лимфонегативной группе 67%, лимфопозитивной группе 13%. Общая пятилетняя выживаемость при стратификации лимфоположительной группе N1 – 21%, N2 – 12% и N3 в группе никто не должен до пятилетнего периода наблюдения. Раковая специфическая пятилетняя выживаемость в лимфонегативной группе 70%, лимфопозитивной – 15%. Раковая специфическая пятилетняя выживаемость в подгруппе N1 – 24%, N2 – 13% и N3 – 0%. В зависимости от степени дифференцировки была изучена также общая десятилетняя выживаемость в G0 в группе 78%, высокодифференцированная – рак 73%, G2 – 31% и N3 – 0%. Раковая специфическая десятилетняя выживаемость находилась в диапазоне от 77% в подгруппе G0 и 0% при низкодифференцированном раке. При изучении поздних осложнений, не связанных с методом отведения мочи, тонкокишечная непроходимость возникла у 5 наших больных. Во всех случаях было выполнено повторное оперативное вмешательство. В общей сложности у 11 больных в ортотопической группе возникли поздние осложнения, не связанные с методом отведения мочи. Среди поздних осложнений, связанных с методом отведения мочи, структуры анастомозов осложнений поздний послеоперационный период после гастроцистопластики у 4 больных, после илевоцистопластики у 16 больных и после сигмоцистопластики в 4 случаях. В общей сложности у 20 больных выполнено повторное оперативное вмешательство по этому поводу с положительными результатами. Такие относительно редкие послеоперационные осложнения, как резервуарно-влагалищный свитч, имели место у одной пациентки, камни мочиточника или иноцистиста возникли в двух случаях. Оперативное лечение было эффективным во всех этих случаях. На данном слайде, ваше внимание, представлены фотографии осложнений, которые возникли у наших пациентов. Крайне левой пролоббированность стенки неоцистиса, кожный резервуарный свитч. Вторая слева фотография эндоскопическая картина резервуарного влагалищного свитча. Следующая фотография в неоцистис через свитчевых ход заведен катета фолея. И сканограмма после копьюной томографии. Это женщина после ортотопической лицецепластики. Хорошо видно два конкремента в нижней трети левого мочеточника. Среди несвязанных с методом деривации осложнениями у больных после неортотопических методов отведения мочи, абсцесс малого таза сформировался у двух наших больных, флимован на передней стенке в одном случае. Повторные оперативные вмешательства были эффективны в этих случаях. Наиболее частыми осложнениями, связанными с методами деривации мочи, были структуры анастомозов у семи больных. Во всех случаях потребовалось оперативное вмешательство, которое оказалось эффективным. Обострение хронической пилонфриты и прогрессивой непочечной остатчности также имело место у семи наших пациентов. Наряду с описательной классификацией отдаленных послеперационных осложнений с целью объективности мы использовали общепринятую стандартизованную современную классификацию послеперационных осложнений по клавьен. Послеоперационные состояния первой и второй градации клавьен, при которых проводилось консервативное лечение, наблюдалось у 5 и 6% наших больных соответственно. Круппа с третьей степенью осложнений, требующих оперативной коррекции, была наиболее многочисленная, практически 15% пациентов после ортотопической цистопластики. После неортотопических методов отведения мощи наиболее многочисленными были осложнения третьей B степени по клавьен, требующей оперативной коррекции с применением общей анестезии – 14%. Поздние осложнения, не потребовавшие эндоскопической или хирургической коррекции, были у 9% наших больных – первая и вторая степени. Также 4% больных находились в пятой группе, у которых отдаленный послеперационный период осложнился тяжелыми осложнениями, повлекшими смерть больного. Также было изучено дневное и ночное удержание мочи у больных после различных видов ортотопической цистопластики. Распределение больных с недержанием мочи в дневное и ночное время представлено в данной таблице. Дневная инконтиненция у изученных нами больных составила после гастроцистопластики 18%, после илеоцистопластики 8%, после сигмоцистопластики 16%. Недержание мощи в ночное время после гастроцистопластики 63%, после иллюцистопластики 55% и после сигмоцистопластики 58%. В нашей группе больных клинически выраженный метаболический ацидоз возник у 3% больных после иллюцистопластики, у 8% после сигмоцистопластики. После уротеросигмоностомоза метаболический ацидоз имел место в 2% пациентов. У 4% больных после гастроцестопластики поздний и послеоперационный период осложнился клинически выраженным метаболическим алкалозом. Самые высокие показатели качества и общего уровня жизни были у больных после ортопической реконструкции мочевого пузыря и континентной накоженной деливации мочи. Средний балл в этих группах больных составил 106 и 102 баллов соответственно. Самый низкий уровень жизни отмечали больные после уротеросигмоностомии. Таким образом, при сравнении различных вариантов деривации мочей после цистектомии у больных с раком мочевого пузыря, с точки зрения социальной и психологической медицинской адаптации, качества жизни были наиболее высокими в группе больных после ортопической цистопластики. Спасибо за внимание. Спасибо большое.